Приветствую вас. Я думаю, что мои коллеги вам уже сказали о том, что вы описываете проявление любовной зависимости, вот, вы описываете проявление эмоциональной привязанности к человеку, вот, и, соответственно, в этом случае вы не совсем верно, на мой взгляд, ставите вопрос, какая мысль и как найти себе силу. Это не совсем корректно. Почему? Потому что силы происходят из ресурса, которого у вас нет. А мысль может быть какую угодно, опять же, если вы в неё не верите. То есть, если она вам не отвлекается эмоционально, мысль, то какой бы, какой бы, она не была, толку от этого не будет. Поэтому очень важно понимать, что эмоционально и любовно в данном случае зависимость не возникает на равном месте. Она не возникает из ниоткуда, она не уходит в никуда, она имеет свои причины. Вот. И, в первую очередь, причины эти заключаются в том, как вы, ну, воспринимаете сами себя, как вы воспринимаете свои жизненные цели, как вы воспринимаете свои ориентиры, как вы воспринимаете свои приоритеты, как вы воспринимаете мужчину и семью. Зависимость возникает тогда и только тогда, когда у человека имеет место быть, а занижена самооценка, страх одиночества, и так далее. Привычка, там, угождать, соответственно, определенные модели поведения в семье, то есть, ну, такие вот подчиняющие человеку. Восприятие себя не самодостаточное и так далее. То есть, если вы привыкли к такому отношению, как вы говорите, что привыкли к такому отношению человека к себе, то в глубине души, то в глубине души считаете, что его достойно. Да, умом вы понимаете, что, ну, сказать, что это не нормально. Умом вы понимаете, что относиться к вам так нельзя. Но, где-то в глубине души есть мысль о том, что вы тут заслуживаете, такого к себе отношения. Ну вот, и что по-другому с вами нельзя. По-другому с вами, ну, нельзя к вам относиться. Так проявляется в Инженерс Матлинг, когда человек выбирает себе такого партнера, который подтверждает то, что сам человек о себе думает. В данном случае ваш партнер, по сути, ну, озеркаливает вам свое отношение. То есть, партнер демонстрирует вам то, как вы относитесь сами к семье. Это больно, это неприятно, но это правда. И вот этот момент очень важен. Дальше. Как найти себе силы и прекратить многолетние отношения? Ну, совершенно очевидно, что отношения вам что-то дают, что-то дают. Так это не просто история про отношения. Это именно зависимость. Зависимость это негативная, деструктивная реализация вашей потребности. Если с потребностью самой, как таковой, все в порядке, именно с потребностью, то с формой реализации этой потребности, ну, все не совсем хорошо. Мягко говоря. Именно поэтому вы, собственно, и терпите негативное отношение мужчины к себе. Нужно понять, о какой потребности идет речь, нужно понять потребности в чем вы испытываете, и помочь вам реализовывать это право. Понятное дело, что пока, ну вот, на данный момент вы, поскольку не враг себе, что вполне естественно, что вы не враг себе, вы естественно не выходите из этого. Потому что, ну, было бы, наверное, странно, если бы вы вышли из отношений, которые вам, в принципе, что-то дают. А на данный момент, в ситуации именно ДК, на данный момент, что эти отношения на данный момент вам что-то дают. Поэтому, вы понимаете, можете из них выйти. Необходимо понять, что они вам дают, и... Тогда уже будет гораздо проще. Дальше. Значит, мужчины тебя не уважают, обесценивают, наказывают за любое непоминное непоминовение, не зовут замуж и вообще никак не стремятся делать что-то для отношений. Ну, я полагаю анонимно, что здесь вы сами увидите противоречие. Если мужчина не уважают, если мужчина не уважают, наказывают, как вы говорите, за любое непоминовение, вот, то зачем же за такого мужчину выходить? Замуж, собственно говоря, да? То есть, здесь и есть, вот, определенные противоречия, которые вам, ну, так не нужно разрешить. Ну, вот. И все. Для себя. Дальше. Когда ты уже настолько привыкла к такому отношению, что она стала для тебя нормой. Ну, смотрите, есть, опять, в какой-то степени есть противоречие, если вы привыкли к такому отношению, если вы именно привыкли к нему, то что вы хотите в таком случае изменить? То есть, вы хотите в этих отношений выйти, да, я понимаю. Допустим. Вы хотите выйти из этих отношений. Но если для вас это стало нормой, то хотите ли вы из них выйти? Не просто так. Для вас это стало нормой. Так что здесь нужно очень хорошо подумать. Не будете ли вы сопротивляться? Например. Например. Ну, психотерапия, например. Не будет в слове сопротивляться. Когда, ну, посредством психотерапии, да, вы будете выходить из отношений, у вас, естественно, появится страх, у вас, естественно, появится желание, желание как-то сопротивляться, вот. И так далее. Это очень важный момент. Важный потому, что здесь очень важная кооперация, то есть сотрудничество с целом специалистом. А поскольку вы привыкли к, ну, определенной модели поведения, то, вполне вероятно, что выходить из этого вам будет тяжело. Тяжелее, потому что даваться под скалой нормой. Вот. А норма, да, означает, что, ну, вы привыкли, да, и что вам, опять же, повторить, повторить это что-то дает. Вот. Именно, именно дает что-то вам. Потому что, если бы не давало, да, то, ну, такие отношения бы не вступило. Вот. Поэтому, а, просто выйти из отношений, просто выходить из отношений. Ну, я бы не сказал, что это вот тот вариант, который вам подходит. Вот. Я бы сказал, что вариант, который вам подходит, это начинать с восприятия себя. Скорректирование ваших представлений о себе. Именно корректирование. Дальше. Я чувствую, что впал в депрессию, мне плевать уже даже на собственное здоровье, это страшно. Как найти в себе силы, хотя бы на первый шаг. Ну, поработать, повторюсь, при этом себя. Вот. Это очень важный момент. Вот. Ну, если у вас депрессия, депрессия, то, конечно, имеет смысл обратиться к врачу, потому что депрессивное состояние, депрессией, точнее, психологи не занимаются. Вот. Возможно, нам потребуется препарат. Ну, медицинский препарат. Вот. Для того, чтобы как-то оккупировать ваше состояние. Вот. А дальше уже, в принципе, можно будет заняться и психотерапией. Ну, повторю вам, что не случайно, случайно, не случайно, вы на своё здоровье, значит, ну, в обилиях, как вы говорите. Вот. У этого есть причины. Причины. Причины, в первую очередь, то, что вы готовы продолжаться с многими вещами. Вот. Ради, ну, вот. Ради, получается, семьи семьи. Вот. Ради, получается, замужества, ради того, чтобы быть мужчиной. Вот. А почему, такая штука получается, почему вы так сильно нуждаетесь в, ну, в семье, да, почему вы так сильно нуждаетесь в мужчине рядом с вами? Вот. Это уже вопрос. Это вопрос, на который нужно ответить, нужно найти ответ. Как правило, это связано с чувством невешенности, вот. Правило, это связано с недоверием себе, с тревожностью, ну, и прочими, как-то, такими более, более, индивидуальными, да. Чем, чтобы говорить о них здесь. Так. Значит, какая мысль должна поселиться в голове, чтобы дать человеку силу? Ну, это ловушка, потому что никакой волшебной мысли нет. Это постепенное изменение представления о себе и, соответственно, изменение мотивационного фона. Изменение… 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 Ну, мотивация. Смотрите. Вы изначально неверно ставите вопрос. Вот. Изначально. То есть, изначально вы говорите, как найти у себя силы прекратить отношения. Прекратить, значит, у себя отобрать. Но, если вы у себя что-то отбираете, то нужнее себе что-то давать. Подавать вы себе пока не собираетесь. Поэтому нет смысла стараться что-то прекратить, не давая себе то, чем вы нуждаетесь. Вот. Поэтому это всё. Ну, сейчас в большей степени напоминает такую вот игру. Вы играете вроде как, говорите, что… Да, я понимаю, что отношения у меня деструктивные, что мне нужно из них выходить. Вот. Ну, по факту, получается, что… Ну, не так уж сильно вы в этом интересованы. Потому что, скорее всего, вы понимаете, что… Ну… Что отношения, несмотря на их негатив, да, дают вам… Что-то, и дают вам довольно много. Если вам действительно дают отношения много, из них вы не уйдёте. Вот. Поэтому, остается вопрос так. Ну, значит, по факту, играть вот в эту игру, которая… Которая в психологии называется, да, но… Считайте про неё в интернете обязательно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится, и вы сможете найти в неё выход. Спасибо. elyn profound,